Ой, я хотела сториз снять, а у меня прямой эфир начался. Выходить? Это же так, как и должно быть. Да не, я сейчас выйду. Я на самом деле, клянусь, хотела снять просто сториз, что мне нужен дизайнер. Вот, и у меня почему-то прямой эфир начался, я не на ту кнопку нажала. Ну ладно. О, сразу, блин, 25 человек. Я только что с самолёта, вот только-только зашла домой, меня мама накормила, я минут за пять, наверное, поела, потому что целый день на фуникулёре. Прикиньте, я была на розах утром туда вверх-вверх-вверх, где Красная Поляна, короче, в Сочи. Сочи, Адлер, что там? Всё, короче. Вот, и в горах было, блин, так классно. Вот только прилетела, легла. Ищу дизайнера. Мне очень нужен дизайнер. Люди, помогите. Короче, какой нужен дизайнер? Отрисовывать чек-листы. Ну, в принципе, у меня два дизайнера есть, которые отрисовывают чек-листы. Эти чек-листы нужно вешать на лендинг, LP. Знаете, такой конструктор лёгкий для чайников, там за час можно нарисовать. У меня есть текст, всё ТЗ полностью, что где должно идти. Ну, вот оформить красиво картинками, да, там какие-то значки добавить. Я, ну, блин, не то, что там не шарю, хотя я веб-дизайнер, ещё и программист, блин, у меня диплом есть. У меня времени на это нет. Вот, плюс я ещё такая придирчивая. У меня есть два дизайнера, мне не нравится то, что они предлагают. Я хочу нормального дизайнера. Но даже если нет на постоянку дизайнера, может, кто-то поможет сделать LP, ну, это в конструкторе, на женский бесплатный марафон. Прикиньте, мы с девчонками собираемся, у нас будет нереально крутой движ в ноябре. И я не могу дать рекламу, блин, на вот этот женский марафон, осчастливить девчонок, решить проблему многих девчонок. Потому что, блин, посадочной страницы нету, и некому её оформить. У меня Викуля, вот, ну, менеджер, да, который постоянно отвечает тут всем вам в директ, в директ, вот. Она сделала на LP там за 40 минут полностью лендинг, но там просто сплошной текст. Ни одной картинки нет, ни одного значка, в общем, она не знает, как это оформить. Поэтому нам нужен дизайнер, хотя бы вот этот LP сделать. Вот, а если есть дизайнер, который хотел бы со мной постоянно работать и делать эти LP-шки на книжки, на всякие марафоны, на чек-листы, там, что-то такое вот. Красиво оформлять, блин, было бы круто. Ну, мне очень нужен дизайнер. Я прям не знаю, кушу у нас дизайнеры вымерли, что ли, ребят. Вот, хотела сториз вот такой выложить и все, что я хочу дизайнера. Блин, оказалось, что в прямом эфире. Нелли, привет, когда будет что-нибудь для мальчишек? Для мальчишек книжка «Деньги». Вот, читай, блин, не перечитай. Классная книжка, между прочим. Почему-то всем приходит 5000 рублей, я не могу понять, почему 5. Вот, сегодня мне написали в личных сообщениях, что, Нелли, ты знаешь, что число денег – это 5, 50, 500, 5000, 50 тысяч и так далее, с цифрой 5. Не знаю, первый раз такое слышу. Вот, но вот почему-то всем минимум 5000 приходит после прочтения книжек. Поводу мужского марафона. Я не хочу вести мужской марафон, потому что я не понимаю, как я могу обсуждать с мужиками. Прикиньте, с мужиками, я, девочка, буду обсуждать ваши мужские вот эти вот проблемы, там, стоит, не стоит, блин, хочу жену свою, не хочу, там, оргазм, там, проблема, там, еще что-то, блин, ну, как-то вот такие вещи обсуждать. У меня было два марафона. Вот, кстати, Алексей Смирнов присоединился. Вот давайте, если его... О, мне еще и телефон сел. Нормально. Все, подключу. У меня был марафон мужской дважды вместе с женским марафоном, я вела аж каждый год. Я призывала каких-нибудь мужчин мне в помощь, которым бы я в личку скидывала бы задания, а парни бы сами там ведущими были бы, вели, и у меня муж этим занимался, вот Алексей Смирнов. Алексей, если ты готов провести мужской марафон, блин, давай собирать народ, мужики. Треба, ты тут слышишь меня, ответишь? Алексей! Муж пусть проводит марафон для парней, да ему некогда, он там весь в стрижках, у него там проект, он сейчас новую профессию для себя открыл, и поэтому ему вообще сейчас не до марафонов. Ну вот если Алексей согласится, то проведем, потому что он в теме, вот, что там делать, как там делать, вот, я просто ему могла бы давать задания. А проверять, как, что, кто выполнил, и в чате помогать я не могу, ну, я девочка, я не могу обсуждать вот эти вот мужские дела, там, кто кому не дал, как там кого соблазнить. Это соблазнить, ну, вот эти вот всякие проблемы мужские. А по поводу марафонов этих, как вот там, других каких-то проблем, там, денежных, кредитных и так далее, у меня эти марафоны, у них секс есть, мужские, женские, ну, два в одном. Имеется в виду, вот, если бесплатный мужской марафон, то там мужские проблемы должны решаться, вот, а я девочка. Поэтому нужен соратник мужчина. Что-то меня мало, народу смотрит. Среди 56 человек дизайнера я не найду. Ребят, давайте это. Найдите мне дизайнера кто-нибудь. Есть девочка, которая занимается иллюстрациями. Но мне не иллюстрации нужны, чек-листы, в принципе, у меня есть два дизайнера. Они неплохо так оформили, и вот книжку вы сейчас читали по деньгам, там, чек-листы, неплохо. Вот, а именно, чтобы лендинг сделать, набросав туда картиночки, значочки, как-то вот это вот все красиво, текст разбавить визуалом, вот такой человек нужен, который на LP, это лендинг-пейдж, на конструкторе, быстренько бы рисовал их. Так все спят. Чего спать 12 часов ночи, все спят. Я таких людей мало знаю, кто спит 12 ночи. Хотя, да, 12 ночи, ничего себе. Так. Блин, я думала, что говорила с тобой. А, ну, Лик, со мной. Я тебе ответила и вышла в прямой эфир. Все нормально, я тебе ответила сама. Что? Ну, в Российск приеду. Скоро и объявлю. Кстати, да, возможно, вот в течение там 10 дней, начиная с завтрашнего дня, заканчивая там 10 днем, вот в этих 10 днях я приеду в Новороссийск, приеду встречу. Когда это будет завтра, послезавтра или после-послезавтра или там на 10 день, я не знаю. Ну, вот у меня есть 10 дней сейчас, и как я их распределю, начиная с завтрашнего дня, я не знаю, на Новороссийск приеду, пройду встречу. Поэтому все, кто с Новороссийска, давайте встретимся. Ну, кто с Геленджика можете подъехать, кто с Анапы можете подъехать. В Анапу я не приеду, как хотела. Не получилось в итоге на Розу хутор в Адлер, в Сочи. Где я там, на Красную Поляну слетала. Ух, занесло меня. О, 70 человек, круто. Мальвина. Да, фильтр прикольный. Кстати, неплохой. Там еще фиолетовые и зеленые волосы есть. В следующий раз выйду с другими волосами. Нелли, привет. Стали активно сидеть волосы. Можно ли это становить? Ну, не знаю. Надо, наверное, разбираться, для чего я хочу сидеть. Седина — это как бы мудрость, да. Может, где-то вы слишком много всего знаете. Сильно так это мудреть. Вот. А мы боги, творцы, когда мы ничего не знаем. И открыто новому. Возможно, вы не открыто новому, поэтому сидеете. Но всегда и волосы у меня лично ассоциируются. Это с мудростью. Мудреец, он такой копит знания, такой умный, все знает. Так, ладно, я это, полячки, не хотела. Тут сейчас разбирать ваши. В ЛАА два часа дня. ЛАА — это Лос-Анджелес. А, привет с Лос-Анджелеса. Блин, классно. У меня там столько друзей сейчас в Лос-Анджелесе. Все такие, приезжай, приезжай. Ага. У нас только карантин, чувствую, с 1 ноября начинается. Опять. Дубль два. Или он даже не заканчивался. Ладно, ребята, я просто хотела прорекламировать вакансию о том, что у меня крик души, просто реально крик души. Я очень хочу собрать людей на марафон женский, бесплатно. И не могу, потому что у меня нет дизайнера, который бы красиво сделал бы этот одностраничник. И мы могли бы направить всех туда людей, сделать рекламу какую-то, я не знаю, небольшую. Потому что сторисы по поводу моего марафона уже, ну, мои подписчики увидели. И у нас почему-то мало людей. 200 человек добавилось на марафон, и 100 человек ждут очереди, ну, модерацию проверку проверяют. Ну, чтобы мальчики не просочились, да, нам нужно понять, что девочка – это девочка, да, там не скрывается мальчик. И поэтому мы сейчас вот проверку делаем. У нас примерно 300 человек всего лишь, очень мало. Я планировала 3000, ну, чтобы у нас был такой, знаете, движ так движ, вот уж прям как качнули, так качнули. Я не могу людей набрать из-за этого. Вся загвоздка в дизайнере. Может, надо выдохнуть по поводу марафона, кому надо, тот уже там. Не-е-е, мне так неинтересно. Я хочу движ, знаете, вот прям движ, вот прям чтобы, а-а-а, движ, чтобы нас было много. В поле людей очень важно, коммуникация с людьми очень важно, общение с людьми очень важно. И чем больше вы будете вращаться среди разного количества людей, тем больше у вас будут идти перемены. Соответственно, если есть перемены, вы уже знаете, да, это все наши ресурсы. Чем больше людей, тем больше ресурсов для исполнения, во-первых, наших желаний, во-вторых, наша энергия, блин, женская, она прямо зависит от людей. Я хочу, чтобы на марафоне было много людей, даже не для того, чтобы повыполнять какие-то задания. Многие эти задания уже тысячу раз выполняли, знают, как трансформировать программы, знают, как находить эти шаблоны. Ну, кто не знает, новички молодцы, научатся. Кто знает, они идут туда за полем, потому что многие уже знают, что важно поле, в котором ты находишься. Поэтому я хочу много народу, поэтому я заморачиваюсь. Если ты паришься, то для чего ты этого хочешь? Я не парюсь, я просто хочу дизайнера. Все, я не парюсь, я хочу дизайнера, люди, вот, вышло, прошу вас, откликнитесь. На днях подтянусь на марафон, пост запилю и подключусь. Отлично, давайте, у вас еще месяц впереди подтянуться. Я хочу много народу. Он сразу найдется, этот народ, мгновенно, как только у меня будет красивый лендинг. Круче, чем в прошлом году? Ну, мне кажется, каждый раз круче, круче, да, думаю, будет еще круче. В прошлом году у нас было тысячу человек. В позапрошлом 800. А что, три? Вот, будет три, будет круто. Блин, будет пять, еще будет круче, прикиньте, пять тысяч человек. Так, качнуть женскую энергию. Блин, вообще круто было бы. Поле очень важно, причем в поле трансформации идут на раз-два, да, согласна, Надин. И ты, если была на марафоне, знаешь, да, от количества людей в поле зависит. Вот, вы даже представьте, вы приходите на стадион, девочки, вот вы в футбол не играете. Вам поровну на этот футбол, ну, не нравится он вам. И многим мальчикам тоже. Вы приходите на стадион, на футбольный матч, все, вот кто был, знает. Там только вот зашел в эту большую массу людей, там уже мозги едут от того, что, блин, это такая движуха, это такой драйв. И все такие, а-ля, 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 там начинают кричать что-то. И вот эта движуха потом месяц еще не отпускает. Важно, ресурс важен, который мы берем в людях. Поэтому давайте собираться. Я обожаю футбол. Не, я его не люблю, но когда сходила один раз на матч в Новороссийске, помню, там не так было много прям народу, как вот сейчас там на Олимпийском собираются, там в Сочи собираются, вот сейчас здесь в Краснодаре очень классно этот построили парк Галицкого, да, по-моему. Ну, стадион Галицкого. Блин, вообще просто нереально. Там такая толпень. Я вот первый раз побывала в Новороссийске, там, ну, человек, я не знаю, 500, наверное, было всего лишь. Всего лишь. Я месяц ходила вот с такими глазами. То же самое на концертах живут. Да, 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 да. Все от поля зависит. Люди, наши ресурсы. Поэтому давайте собираться. Даже если вы все знаете на моем марафоне, уже были, хотя никогда ничего не повторяю, всегда новый, всегда разный. И у нас будет в этот раз опять все по-новому. Нам нужна движуха. Была такая история с хоккеем. Не понимала, что там делаю. Но кричала, как угорела, когда шайбы забивали. Да, еще непонятно, в какие главного рота забивали. Главное забили. Вау, все кричат, так классно. Да, Нелли, я помню. Причем потом уже были трансформации. Но таких результатов колоссальных уже не было. Правда, как на стадионе. Ресурс сам лезет изнутри. Да, 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 да. Причем непонятно, откуда трансформации. Самое интересное, что... Вот я вспоминаю, что первый марафон, что второй. Я запустила людей за неделю до марафона. Не было недели никаких заданий. Не было никаких движух. Мы ни о чем конкретно не общались. То есть у нас не было темы. И девочки просто знакомились. Просто рассказывали о своих проблемах. Вот за эту неделю до марафона половину трансформировались до такого уровня, что заявленные получения оргазмов уже произошли до марафона. Наладили отношения очень многие девочки до марафона. Деньги пришли до марафона. Что там еще было? Ну, какие-то проблемы решены были до марафона. Долги были розданы, которые там годами длились банковские, розданы до марафона. Потому что все, когда попали в это поле, у нас общая тема хотя бы, движуха была, да. Женская энергия, принятие, принять. То есть открыться, первое открыться, да, поделиться своими проблемами. А это очень важно, когда мы делимся своими проблемами. Это очень важно, вот это вот общение, сочувствие. Ты открылся, не держишься внутри, а открылся. То есть без всякого задания. Если вы не верите, вы можете в эти, как эти кругляшки называются, хайлайты, вот эти вот, посмотрите в сториз. Там отзывов очень много. По 100, кружочка 4. Где-то 400 отзывов у меня там, если хайлайт вот этот вмещает 100 отзывов. 100 скринов. У меня таких 4 там, по-моему, кружочкой с марафонов. Или даже 5. Прикиньте, 400, 400 отзывов. И из них каждый, там, я не знаю, первый, второй отзыв. Девочки писали о том, что марафон еще не начался, вот начинается, да. У меня уже произошло вот это, вот это, вот это, вот это. Потому что мы были в поле. Там и... Короче, я не знаю, наверное, половина участниц были коучи, психологи, всякие психотерапевты. Ну, потому что они шарят. Они шарят, что нужен народ. Вот, они шарят, что нужно общение. Они шарят, что нужно рассказывать о своих проблемах. То есть там были достаточно такие прокачанные люди, и они пришли на этот марафон, зная прекрасно, не для выполнения заданий, а то, что мы вместе пообщаемся. Поэтому давайте, давайте, собирайтесь. И если есть дизайнеры, блин, пожалуйста, помоги нарисовать вот эту вот красивую лп-шку. Дорогая, привет, запишу видео и скажу, что иду к тебе. Отмечу, мечтаю о марафоне. Давай, ждём. Будет много народа, просто все тянут резину. Ну, они думают, что да, сейчас выкладывать пост. Как-то стыдненько. Я иду на женский марафон, прокачиваю женскую энергию. Это стыдно, как-то не... В последние дни, да, выложу на несколько дней. Ну, так вот многие думают. Ну, давайте, ждите, ждите. Кто уже там, на марафоне сейчас, и просто читает... 200 человек, да? Или уже 300. Читают сообщения других девочек, приветствия, да? Каждый делится там. Я такая-то, пришла на марафон за тем-то, за тем-то. Там уже движуха идёт. Уже просто каждый рассказывает о себе, и очень интересно. И вы, если будете тянуть резину, вы не успеете всё это посмотреть и наполниться. Давайте, короче, залетайте уже. Нелли, пожалуйста, объясни. Прочитала книгу, что значит заменяя мысли на настоящее? Что? Сейчас. Дайте я про себя прочитаю. Ладно, вслух. Нелли, пожалуйста, объясни. Прочитала книгу, я так понимаю, про деньги, да? Что значит заменяем мысли на настоящее значение? Видим настоящую картину. Пожалуйста, блин, туплю, а? Ну, я даже не знаю, о чём ты, честно говоря. Что значит заменяем мысли на настоящее значение? У меня такой фразы даже в книжке нет. Ты можешь фразу какую-то, которая тебе непонятно, написать? Я резину тяну, я каждый раз на завтра откладываю, но хочу пост от души в потоке зарядить. Вот скажи, зачем ты откладываешь? Вот зачем? Что нужно нарисовать? Нарисовать нужно дизайн на одностраничник о женском марафоне, чтобы мы запустили на него рекламу. Одностраничник нужно сделать на LP-генераторе. Это конструктор, на котором за час, за два можно сделать лендинг-пейдж, то есть одностраничную страницу, одностраничник, одностраничный сайт. У нас уже ТЗ сделано, то есть заголовок, дата, что будет, полностью весь текст. Его надо красиво украсить значками, фотки там поставить какие-то, чтобы это было читабельно, потому что сплошной текст, ну, как бы неинтересен, нужен визуал какой-то. Вот надо красиво оформить. Просто дизайнер не подойдет, надо, чтобы дизайнер смог на конструкторе сделать. Ну, то есть, получается, если он нарисует этот дизайн просто в какой-то программе, а потом даст верстальщику, который будет верстать, он скажет, что я так не могу. Поэтому нужно, чтобы дизайнер сам на LP и быстренько сделал на конструкторе, чтобы дизайнер смог воплотить свой дизайн. У меня, конечно, долг ушел после марафона, но я, придя на марафон, не верила, что это реально работает. И когда произошло, просто не почему я думала взорвусь от зерцания чуда. О, Надин, спасибо тебе за такой отзыв, классный. Пожалуйста, можете соскринить кто-нибудь, пожалуйста, отзыв в Надин о том, что она была на марафоне? Потому что если я сейчас буду делать скрин, прямой эфир прервется, я бы это выложила в сториз. Или, Надин, можешь мне вот этот отзыв, который ты написала, написать где-нибудь там, не знаю, в директе? Где-то посмотреть для оформления лендинга? Пишите мне в директ, и утром Виктория, менеджер, как проснется, она в 5 утра просыпается по московскому времени, потому что у нее уже там будет 10 или 11 утра, ой, дня. У нее другое время, не московское. Она напишет, в общем, где что посмотреть. Я хочу общаться, импровизация, жизнь, любовь, пробовать, экспериментировать, проявлять себя. Вот давай к нам на марафон, мы этим и займемся. Я сейчас прям запишу видео, только маску нанесла, глину на лицо. Вот давай с глиной, прикинь, как будет необычно. И я не буду тянуть резину сейчас. Давайте, конечно. Заменяем мысли, деньги на настоящее значение. Видим настоящую картину. Давай, короче, ты это мне в директ напишешь, соскринишь непонятный кусок с книги, потому что я сейчас вообще не соображаю, честно. Что ты спрашиваешь? Так, Надин, я заскринила. Спасибо. Вот я это выложу потом. Рассказать о себе очень классно и смотреть, как другие рассказывают о себе. И в потоке поля нахожу себя с кем-то, общаюсь, нахожу новые инсайты. И вот клики, это такая мощь. Вот, классно. Ты уже записалась. Чувствуется. Я не знаю, кто там записался, потому что у меня модераторы. Ну, я не успеваю сейчас там следить. Модераторы проверяю, девочек там добавляют. Я поначалу начала смотреть, потом такая, блин, некогда. Посмотрю попозже, ближе уже к марафону. Всех посмотрю. Вот прям реально всех. Я со всеми хочу познакомиться. Всех посмотрю. Я первых 100 девочек посмотрела, остальных еще нет. Круто создавать, что люди мой ресурс. И мне мама сходу подтвердила это. Круто и классно. Реальность все подтверждает. Реальность — это проекция нашего мышления, наших убеждений. Во что верим, то и будет. Если вы верите, что вам пройдут 5000 после прочтения книг, они к вам приходят. Но давайте вот этот шаблон поменяем. Не 5000, а 50. Я все жду, когда же уже вот эти вот сообщения по 5000 прекратятся, будут по 50 хотя бы. Да, согласись? Вот Лена со мной рядышком. Короче, у нее такая картина. Она купила книжку у меня. А я всем говорю, друзьям я книги не дарю. У вас должна быть хоть какая-то минимальная ценность. 500 рублей платите. Это не такие большие деньги. И вам все равно это возвратится. Я просто 100% знаю, что возвратится подтверждение масса. Не деньгами, так подарками. Ну и о чем речь? Муж ей подарил Порш. Вернее, как подарил. Он собирается ей купить. И вот на днях я выкладывала отзыв, что ей Лена, дорогая, я тут понял, мы тут купили на семью машину. Какую BMW 6, да? BMW 6, да? X6. BMW X6. На семью. Вот. Я тут подумал, что давай мы лучше тебе отдельно еще машину купим. Порш, о котором ты мечтала. Вот буквально это было пару дней. 13 лет это важно. На одной ездим. Ну, как раз. Хотя мы 13 лет ездим на одной машине. То есть это на протяжении всей нашей совместной жизни. Это важный момент. То есть это не то, что он там одну купил машину, вторую купил, а это для нас нормально. Нет. Мы всегда ездили на одной машине, как-то делились, больше он ездил. А тут он, как бы купив одну машину, я только вот начала читать, еще, ну, смеюсь, говорю, интересно, что будет. У тебя полкниги, да? Да. Полкниги, да. Вот. И мы получаем сообщение. Я получаю сообщение. Просто мы вместе. Я даю послушать. Говорю, послушай, Нелли, ты просто послушай. Я просто не верю своим ушам. Что он покупил одну машину и уже готов купить другую неделю. Только той машине. Это правда. Это чистая правда. Просто. Прикиньте. Короче, кто во что верит. Кто-то в пять тысяч рублей ждет, а кому-то Поршу давит. Я вообще в шоке. Блин, я тоже хочу. Я купила книжку, пришло семнадцать тысяч. О, давай, пиши, если ты отзыв еще не писала, пиши. Я скриню, потому что это не для того, чтобы похвастаться. Давайте людям поможем осознать причины их долгов. Давайте людям поможем осознать причины безденежья. Давайте людям поможем осознать, пускай у нас мир изобильный будет. И мы начнем уже людей вокруг видеть тоже изобильных, а не бедных, несчастных. И очень много людей, которые сомневаются. Давайте их своими отзывами смотивируем, чтобы они, блин, тоже начали денежки получать. Здравствуйте. О чем книга? Книга о деньгах. Для чего богу деньги? Посмотрите, у меня в профиле ссылка на меню, в топлинг, и там кнопочки. Найдите книжку, нажмите на кнопочку «приобрести книгу», и все. Сколько стоит Porsche? Там есть пятерка? Ну, там разная стоимость. Ну, ту, которую мы смотрим, там есть пятерка. Ну, допустим, миллион пятьсот. Миллион пятьсот, ребят. Ну, они... Миллион пятьсот, два, два пятьсот. Ну, есть больше, но мы смотрим что-то. Они смотрят машину не с автопарка, конечно же, вот, а с рук берут. Ну, блин, все же. Пятерка по-любому есть. Еще в номерах, наверное, пятерки будут, да? Так. Так, Нелли, скажи, плиз, с деньгами разобралась, почему знакомство только с женатыми происходит? Оксаночка, так, вот, все, что связано с отношениями, все, что связано с мужчинами, все, что связано... Есть муж, нет мужа, хочу мужа, хочу избавиться от мужа, хочу наладить отношения, хочу от женских там болезней избавиться. На марафоне женском будем разбирать. Давайте записывайтесь. Я просто сейчас не хочу опережать события. Давайте не я вам дам ответ, а вы сами разберетесь и скажете, блин, точно. Так. Вот это я, блин, вышла, называется, нечаянно в прямой эфир, нечаянно кнопочку нажала. Нелли, не отстану. Ну, пожалуйста, объясни тупику, заменяю мысли, деньги на настоящее значение. Да я не понимаю, но ты мне, еще раз тебе говорю, в директ скрин книжки, со скринни отправь. Вот, если тебе ничего не ответили, еще раз отправь, я сама посмотрю. Я сейчас не пойму, о чем просто речь. У меня вообще в голове сейчас нет мысли, что там в книжке было. Я книжку в потоке писала. Я не помню вообще, что там написано, поэтому мне надо страничку со скринить, обвести, и что непонятно объясню. На марафончик. Да, Оксана, иди к нам на марафончик. То, что я сотворил, то и вы сотворите, и более сих сотворите. Цитата. Что попалось мне, и я вижу, что в моей реальности все является возможностями. Конечно. А, Дима, я тебе все про марафон, про марафон. Мальчик мой любимый, ты попадешь на мужской марафон. Мы сделаем его попозже, вот если Леха Сбирнов согласится. Вот. Тебе на женский, конечно, не с нами. Привет. Я все еще не могу осознать, чем блокирую приход денег. Мне много должны. Никто, но никто не возвращает. Книгу два раза прочитала. Еще раз. Я себе не возвращаю. Я себе не хочу возвращать. Я себе задолжала. Не мне кто-то должен вернуть. Я себе задолжала. Что я себе задолжала? Перемены я себе задолжала. Благодарности себе задолжала. Импульсы задолжала. Желания свои задолжала. Жить по своим желаниям. Выбирать себя. Вот всегда есть выбор. Выбрать себя и свое хочу. Или выбрать надо. Надо, потому что люди, так сказали, правила такие. Надо, чтобы вот как правильно было. То есть вот ты вот себе вот это все задолжала. А от людей слон ослаждать нет. Все, что там тебе должны люди, уже давно простить пора. Тебе все это уже давно вернулось в совершенно другой форме. Как только мы что-то отдаем, мы в это секунду, вот прям вот в это же мгновение получаем обратно. равно эквиваленту этой энергии. Поэтому это уже все ушло. То, что вы хотите возвратить. Поняла. Удачи мне пожелайте. Прочитала книгу. Надо выходить на стрим. Уж такая веб-модели работа. От тебя хочу удачи себе. Как это? От тебя хочу удачи себе. Пожелай удачи в бою. Сама себе, пожалуйста. Так. Сколько комментариев пропустила? Когда так много людей показывают, что это возможно, я вижу, что я так же могу и допускаю себе это. Мысль, да, допускаю. Пробую реальность, как цветы распускаются в моей реальности. Радость звучит музыка внутри. Благодарю тебя, Ангель. Классно. Ну да, когда есть примеры, то мы охотнее в это верим, конечно же. Поэтому очень круто, когда вы будете делиться своими инсайтами, своими примерами, вдохновлять других людей своими примерами. Это же действительно работает. Мы с людьми общаемся, чтобы вдохновить. Вот прям сейчас про задолжало, прям про меня. Внутри аж всё начало рваться. Ирина, вспоминай, что ты себе задолжала. Иди, отдавай себе. Завтра, вот, вот. А что завтра-то? Время 12 ночи. Вот прям сейчас подходите к зеркалу. Ну хотя бы возвратите себе благодарности. Сколько вы себе в жизни сделали хорошего, и вы даже ни разу себя не поблагодарили. Где взять вашу книгу про деньги? Ссылка в профиле на меню, а там у меня уже кнопочки, и там есть чек-листы, книжки, там курсы, консультации, что там, менеджер, как связаться, спросить вопросы, записаться куда-то там ещё. Вот давайте там в профиле смотрите. Ду-ду-ду. Ладно, я смотрю, что-то вот прям зашла, называется, дизайнера найти. А я до сих пор вещи выбрасываю после твоего марафона. Давно его проходило, до сих пор выбрасываю. Смотри, вещи мы выбрасываем, которые нам не нужны. Вот, теми вещами, которые мы хотим пользоваться, они нас радуют. Не надо их выбрасывать. Оставьте, пользуйтесь, кайфуйте от них, радуйтесь. Надо чистить пространство своё только в том случае, если эти вещи перестали приносить удовольствие и просто нервируют. Вы их вот с угла в угол перекладываете, они место в шкафу занимают, и вы туда не можете новые впихнуть. Тогда да, раздавайте, сжигайте, не знаю, продавайте, что угодно делайте, но хлам не копите. А я вообще дошла сейчас до того, что я не просто там хлам не коплю, я ничего не покупаю даже себе. Мне захотелось кофточку, я купила, одела прям в магазине, что на мне было, я там же выкинула и пошла. Мне, короче, нравится, чтобы у меня вообще вещей не было. пришла такая, оделась, походила неделю в одном и том же. Я, бывает, и год могу в одних джинсах ходить, мне просто нравятся одни джинсы, я все, и другие не хочу. И не покупай себе другие. Вот, хотя у меня там сейчас что-то там скопилось немножко. Надо раздать или куда-то деть, не знаю. Ну, мне нравится вообще сейчас ничего не покупать, не захламлять свою квартиру и налегке путешествовать. Так. Ладно, пойду я уже что-то в Риме, действительно, первый час ночи. Короче, мой посыл прямого эфира, ребят, если вы там забыли, может, у вас есть кто-то из знакомых, кто умеет делать дизайн лендингов, одностраничников, пришлите ко мне. Или вы сами можете сделать. Очень буду признательно, потому что нам женский марафон нужно вот прям вот запустить уже. Вот, время идёт, 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 а я хочу большое поле. Я для вас стараюсь, ребят, потому что представьте, сколько у нас будет в поле людей, блин, ну вот настолько мы умножимся. Один плюс один это не два, один плюс один это одиннадцать. Энергия множится в геометрической прогрессии или в какой он там прогрессии, в степени множится. А прикиньте, один плюс один плюс один, это не три, это сто одиннадцать. А представьте, сколько у нас людей на марафоне будет, вот столько мы качнём себя. Вот, вот, вот представьте вот этот масштаб. Поэтому я хочу побольше людей набрать. И он бесплатный, совершенно. Я, блин, даже денег не беру за это. И я хочу повариться в поле и качнуть саму себя. Вот, потому что после моих марафонов ко мне лично такие инсайты приходят, я просто такие чудеса ловлю. Я просто сама себя офигеваю, что начинает в моей жизни происходить. После прошлого марафона женского, когда было много народу, позапрошлого, у меня просто жизнь перевернулась. Я лично вам серьёзно говорю, у меня вообще всё поменялось в жизни. И я сейчас хочу опять собрать народ, чтобы блин, опять жить заново, новый день рождения себе сделать. Ладно, всё. Целую, спокойной ночи. Всем привет. Не знаю, сохранять или не сохранить. Сохрани. Лену спрашиваю, сохранить. Можешь сохранить. Ладно, я его сохраню до завтра, может быть, кто посмотрит из дизайнеров. Да, завтра удалю эфир.